ну что у меня есть уникальная возможность позавтракать в одиночестве приехала моя мама и скорее всего я уже покажу посредственно сам праздник как я оформила как все еще пройдет я уложу ребенка на дневной сон и буду уже делать здесь генеральную уборку мне нужно сделать очень много делишек как минимум вылезать всю вытяжку во всех шкафах все поразгребать поразбирать для чего я это делаю как бы туда скорее всего никто не будет заглядывать это больше для меня я такой знаете каждый день рождения ты должен праздновать как с чистого листа это и моей дочери тоже касается то есть всегда должно быть убрано скорее всего я уже сегодня буду делать коржи для торта который должен простоять хотя бы в холодильнике от 3 часов эти коржи я наверное сделаю ближе к вечеру оставлю на ночь в холодильнике завтра уже будет сборка мне еще нужно будет сделать слой который нужно заморозить черничный влада котик ты не замерзла да у нас прям снег целый унитаз прям даже не знаю она вообще поворачивается на 360 градусов я долго с мужем вчера ломала голову как же она поворачивается мы так и не додумались разобрались как поднимать подголовник который регулируется по возрасту как с ремнями там разобрались как сделать их длиннее как короче еще я не поняла для чего вот эта штука и что это вообще такое такой вот вкладыш для совсем малюточек от нуля сразу уже с правильной позиции для спины здесь все расстегивается достается поролоновая штука и вот эти чехлы все они стираются целом вообще кресло самоудобное владе понравилось в нем сидеть цвет на видео кажется темноватым на самом деле не хочешь уважаемая спать пойти перекатал поначалку мамина помощница ну давай разбирать доставай все мои домашние уснули как обычно и мы с вами именно в это время начинаем что-то делать все засыпают и я только просыпаюсь все готовленные нужные ингредиенты уже есть поскольку сегодня может купили все нужные продукты я буду печь сначала бисквит завтра будет сборка торта давайте приступим потому что времени очень мало бисквит печется около полчаса один у меня уже 2316 влада уснула только в одиннадцатом часу кухни я уже все вымола сейчас я заплету нормально волосы чтоб никаких моих волос нигде нигде не попалось еще разочек протрем стол хочу сразу взвесить все необходимые ингредиенты для того чтобы потом ни в чем не запутаться сразу подготовить форму и для того чтобы потом не тупить и нам нужно сначала с вами просить муку вместе с разрыхлителем мне понадобится 330 грамм 10 грамм разрыхлителя теста вообще во все бисквиты я добавляю всегда 5 грамм разрыхлителя но этот на горячем молоке все хорошенько перемешиваем сотейник куда я сейчас буду измерять сливочное масло и молоко такое а-ля заварное тесто добавила 115 грамм сливочного 230 грамм молока добавляем ваниль по вкусу и отправляем на медленный небольшой огонь до закипания а тем временем будем с вами взбивать яйца пока вот это закипает как-то так сначала подготовлю форму опять таки это очень важно чем быстрее подготовим форму разогреем духовку тем лучше у нас не успеет опасть тесто пока вы это сделать там форму пока фольгу и все подготовить нужно заранее у меня вот такое прекрасное разъемное кольцо длину оборачиваю фольгой 260 грамм сахара 6 яиц и щепотка соли отправляем на максимальной скорости тусоваться теперь нужно поочередно вмешать муку по 1 3 где-то перемешиваем сначала муку а потом немного молока тесто во всяком случае сто процентов упадет все ингредиенты вмешала и жидкие такие вроде бы что-то получилось переливаю смесь форму пару раз буквально постучу лишние пузырьки поднялись и ставлю быстренько в духовку так ну все я поставила на полчаса на 175 градусов вверх-вниз режим только без конвекции диаметр торта у меня 24 сантиметра 25 получается я планирую печь два таких бисквита если все получится то буду печь второй такой же в целом получился очень даже неплохой бисквитик очень влажный поэтому 2 бисквит все-таки буду наверное печь разделю где-то примерно на два коржа здесь у меня черничный мусс который я буду замораживать с ягодами черники а рецепт я не стала уже снимать просто если хотите напишу ингредиенты он очень просто не делается 331 ночи у меня уже готова два коржа уже перелила замораживаться смесь влада несколько раз просыпалась не отпускала меня весело на груди очень долго все это дело конечно же я буду в тысячу раз буду на раза кончу оба и давно бы спала получился в целом такой же без 24 утра стала ли я я вам отвечу не поверите но нет сама как-то в шоке что я не устала больше как-то не знаю мне даже спать не хочется если честно устала ли я это я вам завтра скажу а еще лучше после дня рождения просто я поняла решение делать сама на очередной праздник это уже как традиция так всегда было я всегда все праздники сама делала для меня в принципе не впервые вот так стоять до утра что-то готовить жалоб никаких не имею чищу зубы умываюсь ложусь спать в идеале завтра утром бы еще в душ сходить перебог моя мама приедет помолит все будет хорошо дочь вот есть выражение да с ногами в рот залезть вот это что-то наподобие всем добрый обед я уже варю яйца мы с мамой попили кофа разбила посуду я не котлет вкусными владими котлетами короче все было в стекле пришлось все мыть намывать пока мама удерживала владу со всех сил своих возможно у меня в планах короче дофига салатов сделать вообще в целом закуски слава богу если кровь которая займется котлетками с мясом моя мама любимая баба тома наши сидит пока что с ребеночком вот а тебе что это жарить рыбу вот у нас что рыба будет офигенно вкусная домашняя душная которая отловил мой отчим как тебя представлять посмотрите лайфхак от мамы томы заберете ситочка берем и так вот из раз пропускаемся через сито я уже успела очень сильно поплакать лишь бы сейчас опять не разныться у нас снова отключили свет за неделю это уже третье или четвертое отключение света я никак не ожидала что перед днем рождения тем более 8 часов вечера отключить свет торт не собран украшения не готовы потому что я вот должна как бы это все было сейчас закончить собрать торт и начать украшать без света я не могу включить духовку потому что вообще в планах у меня еще был мясной рулет на эти мне это было в кайф то есть я не устала такая ситуация неприятная завтра приедут гости мы рассчитывали стол делать на 12 человек в итоге вот что все таки мы успели сделать свет включили в 12 часов ночи поэтому пока еще свет есть я быстро-быстро что-то доделаю уже увесистый хотя между ними еще никакого крема нет ух ты красавчик божечки мой что за красотища хочу еще верхушку подобрать чтобы прям ровненький тортик наконец-то собран силы у нас мужиком моим закончились прям так кидаем и идем спать здесь вот такой бардак и честно уже сил нет я не знаю сейчас я это буду делать или потом как бы уже три часа ночи почти на вайлберис пришла такая штучка ароматизатор специально заказывала чтобы как бы гости приходили пахло понимаешь вот такая штукенция сейчас я поставлю на палочку будет у меня стоит пахнуть ух ты какие шарики ухо хохо хохо кидай в чемодан свой кидай к бабе собирай свои чувалы в грязной майке еще сама ничего нет и даже голову не помыла не готова мой прыщ прекрасный сейчас собираю вещи владения потому что ну хочу ее отвезти до бабушки буквально на пару часиков уже начала краситься хорошенько прибрала и наконец-таки разгребла здесь кучу с коробками и прочее-прочее дошли руки только сейчас сейчас замазываю свои синяки под глазами и начинаем собираться вот наш молодая женщина уже который целый год почти совершеннолетняя уже мать похоже на человека более-менее сейчас начнут переодеваться ну все настало время платье сейчас мы будем в ладушку наряжать какая красивая девочка привет лада уйти бузи какая косинка ой 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 понятно куча цветов в честь того что я родила добираю последний мусор все перемеваю сейчас пятьдесят время мы только закончили я уже постирал здесь некоторые вещи такая красота у нас получилось подарили очень много чего и вообще в целом спасибо всем огромное за поздравление конец таки за день закончился шарики все оставшиеся мы еще с мужем хотим сделать отдельную фотографию на ней на их фоне потому что сфоткаться нормально к сожалению не получилось всем доброе утро наконец-таки я сейчас буду собираться с ладушкой в больницу измерить рост и сделать манту ну блин ребенку только год сделать манту ребенку годовалому вообще не представляю думаю ну ладно раз надо значит надо давайте окно откроем это мне не видно ни хрена оба кто на прививку ты готова пойдешь давай иди сюда скажи мама топи топи на главный нормальный все вот приехали с больницы решила с ней немного сразу прогуляться все капризная конечно влада пробу манту перенесла достаточно хорошо даже не пискнула и глазом не повела мне сказали держите ее хорошо чтобы не вырывалась я и в итоге держу а дитё просто сидит и смотрит какие делают пробу манту средь какая красота до сих пор шарики мне очень нравится как получилось фото зона и напишите в комментариях как вам получились классные фотографии можете вот посмотреть я выставляла свой телеграм-канал видео кстати я одно которое не вышло в youtube есть в телеграм-канале у вас есть возможность перейти посмотреть я его не удаляла козя пришла как коровка делает как собачка делает как делает мишка а как делает лошадка вот так лошадка делает да это не твои сиси это мамины сиси дома носит делом носик целый год я уже мама опыта работы так сказать до год у меня я в шоке с того как у латка поменялась и этот год был наверное самым важным этапом в ее жизни в моей жизни мне кажется самое сложное, это первый год. Мы научились вообще в целом сосуществовать вместе с мужем, с ребенком. На это действительно нужно очень много времени. То есть целый год мы просто привыкали к тому, что у нас вот есть еще какой-то третий человек. Гиперопека, гиперответственность. Ты понимаешь, что реально жизнь зависит полностью от тебя. И если ты что-то не так сделаешь, то ты можешь ей только навредить. День рождения, как я считаю, прошло абсолютно не по плану. То есть я торт собирала в попыхах. Я очень сильно расстроилась. За день до дня рождения отключили свет. Естественно, чтобы мы не терять время, мы что в первую очередь? Мы хотя бы там шарки надули, как-то украсили. Но для меня самая важная подготовка была это накрыть на стол, сделать красивый торт, как я мечтала, как я хотела сделать. Он был очень вкусный. И здесь выключают свет, а мне нужна была духовка, мне нужен был миксер. Я начала плакать. Мне стало очень сильно обидно, потому что я до этого не спала ночами. Фотографий, видео очень мало сделала, потому что все меня дергали. Голова абсолютно не видеосъемкой забита. Забита она только тем, чтобы накрыть все вовремя, подать все вовремя. То есть мы посидели замечательно, отлично, всей семьей, в семейном кругу, как я и хотела. Стоило ли это? Да, наверное. Устала ли я абсолютно до 100%? Я собой горжусь. С ребенком очень сложно. Огромная благодарность. Вообще моя мама очень сильно мне помогла, потому что в основном мама сидела с Владой. Если я не знаю, я думаю, что Но это не, я думаю, что это не знаю.